Мы за победой! Так настроены участники одноименной военизированной игры. Соревнования проходят впервые. Юнормейцы проверяют свои навыки. Всего пять этапов. Один из зрелищных – стрельба по мишеням. Перед выстрелом участники выполняют мини-комплекс – отжимания с выпрыгиванием. Проверяется не только меткость, но и общая физическая подготовка. Но самым сложным для меня было стрелять с автомата в лагерь. Нет, ни одного раза, к сожалению, не попал. Но вот мой товарищ попал. Нужно сосредоточиться на мишени, задержать дыхание и просто выстрелить. А это – проверка ориентирования на местности. Определить азимут, рассчитать расстояние на карте между городами с помощью нитки и линейки, прочитать топографические знаки. С географией у юнормейцев проблем нет. Следующая станция – метание гранаты – проходит на улице. Дети кидают гранаты в круг. Им дается шесть попыток. Одна пробная – пять зачетных. И у каждого круга свое обозначение. То есть, если в центр попадает, это 15 очков. Во второй круг, соответственно, 10. И в третий круг – пять очков. Баллы суммируются и выводится победитель. Условия почти боевые. В руках во время броска – автомат. Судья советует кидать выше, но попасть в центр удается не всем. После броска юнормейцы делятся секретами успеха. Я сначала кидаю пробный как можно сильнее, потом пытаюсь ослаблять другие броски, чтобы в итоге как-то найтись какую-то золотую середину. В еще одном этапе игры пробных попыток нет. Девчонки наравне с мальчишками собирают и разбирают автомат Калашникова на время. На последней станции проверяют медицинскую подготовку юнормейцев. Там были вопросы про травмы, про ранения, там все такое основное. По итогам игр третье место заняла первая школа. Серебро у команды из четвертой школы. Пятая школа – абсолютный чемпион. Капитан команды победителя Дарья Киргейва вспоминает. Что запомнилось метание гранаты с автоматом в руках. Это было очень холодно и очень тяжело. Организаторы надеются, что игра станет традиционной и обещают провести больше этапов в следующем году. Зинаида Тупикова, Олег Короткевич, Новости Губкинского.